У нас проект нового кодекса административных правонарушений, собственно, то, что регулирует жизнь большинства граждан, потому что большинство граждан совершают именно эти административные правонарушения. Речь идет о той части, которая относится к водителям. И тут целая куча вот этих всяких... В том числе к водителям, совершенно верно. Нет, сейчас мы будем обсуждать именно водительские. Итак, да, какие нововведения для водителей попали в проект нового КОАП? Давай, перечисляй. Нет, не будешь? Давай я буду перечислять. Значит, смотрите. Предлагается штрафовать водителей за грязный номер. Нечитаемый грязный номер. Если это не первый случай, 5 тысяч рублей или даже лишение прав. Дальше тонировка. Рецидив, то есть повторный случай с чрезмерной тонировкой, штраф 3 тысячи рублей. Отказ остановиться по требованию полицейского. Сейчас это 500-800 рублей. А в новом кодексе лишение прав на срок до 3 лет или штраф 40 тысяч рублей. За неоднократный отказ остановиться. То есть полицейский только подходит, раз, и отъезжает. Опять к нему подходит, раз, и отъезжает. Нет, имеется в виду, что, знаешь, вот это по... Они к тебе кричат, говорил кто-то в свое, а ты не останавливаешься. Вот эти все эти гонки. Раньше они тебе обошлись бы за что? В 500 рублей получается. А тут уже вплоть до... 40 тысяч минус права. Минус права. Так, и зато есть и смягчение. То есть, значит, исключена такая вещь, как арест. А раньше, раньше, поцарапав чью-то машину, насколько я понимаю, и, может быть, не заметив, а может быть, просто, так сказать, не сочтя этой проблемы, уезжаешь вместо ДТП, ты автоматически попадаешь под арест. Ну, то есть под угрозу ареста. Сейчас этого нет. Ну, не столько и с состраданием гражданам, а просто арест на практике тяжело применять. Это дорого обходится государству. Да. Все опять упирается, ну, так сказать, все, государство готово взять деньгами. Да, в общем, в основном, в основном ужесточение по многим позициям. И все это как-то выражается в материальных наказаниях. Давайте уже к экспертам. У нас на связи Александр Вильянович Густаров, автомобильный журналист Александр Вильянович. Здравствуйте. Добрый вечер. Как они не расставались буквально вчера. Ну, и, конечно же, чтобы прям совсем как не расставались. Еще и Константин Витальевич Кров. Нет, его пока нет. Но мы его ожидаем. Ждем. И Александр Владимирович-Терентьев, автоюрист. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Здравствуйте. Алексей Владимирович, давайте начнем с вас. все-таки вы более, как-то может быть, структурированно расскажете о тех нововведениях, и может быть, сможете выделить какой-то принципиально изменившийся подход, потому что, кажется, он просматривается. Пожалуйста. Ну, принципиальный подход — это ужесточение, собственно. Полагаю, что это все связано с тем, что достаточно яркий фрагмент, особенно предыдущего года, у нас и ДТП смертельный, множественные, в том числе с известными лицами. Все это вызывает достаточно большой резонанс. И в связи с этим, я так полагаю, что вносятся подобные, скажем так, усиления наказаний для граждан. Но мое мнение в данной ситуации, скажем так, оно немножко разнится от текущим, скажем так, возможным введения. То есть я полагаю, что прежде чем вносить какие-то подобные наказания, усиление наказания, нужно сначала все-таки начать с самой системы. Так как система у нас далеко не идеальная, штрафовать у нас людей можно практически за все и по сути без особых как бы и доказательств. Те же пьяные водители, у нас далеко не все пьяные водители, и это практика повсеместная. К сожалению, никто не отменял у нас палочную систему сотрудников ГИБДД, поэтому сейчас скажем так, больше половины, наверное, людей, которые привлекаются по отказу от медицинского свидетельствования, это статья 12.26, часть 1 КОАП, РФ, либо статья 12.8, часть 1, это установленное состояние опьянения, либо наркотического, либо алкогольного, или иного. Собственно, ужесточение, это, конечно, всегда вроде кажется хорошо, а в каком-то смысле это кажется не совсем хорошо, потому как в первую очередь страдают обычные люди. Ну, это на мой взгляд. Да. Скажите, ну, то есть вы хотите сказать то, что, подождите, ну, вот это ужесточение, да, вы сами начали с того, что все эти резонансные дорожно-транспортные происшествия, вы считаете, знаете, одно дело применения, а другое дело страх наказания, никак это не будет действовать отрезляюще для... Как превентивная мера. Ну, хороший такой момент, она примитивная мера, то есть действительно в большинстве случаев людей останавливает страх наказания. Но, скажем так, люди, которые ездили пьяные, они будут продолжать ездить пьяными. Вот. А люди, которые, в принципе, не употребляют, не злоупотребляют, садятся за руль, допустим, утром, но накануне они что-то отметили, сели утром рано за руль, едут, они себя чувствуют абсолютно нормально, адекватно, то есть никаких проблем не, скажем так, никаких проблем не чувствуют. Но при всем при этом их останавливают сотрудники ГИБДД, начинают, ну, буквально и нередко разводить. То есть, откажись, не надо тебе, у тебя потом будут проблемы. Только забывают очень о многих вещах, что человек может продуться, у него может показать небольшое показание, то есть там, ну, к примеру, 0,2 мг на литр. Это небольшое значение, так как допустимое значение у нас является 0,16 мг на литр. И если человек продулся на месте, у него там, к примеру, 0,2 мг на литр, ему нужно не соглашаться с результатами о свидетельствовании, а ехать к врачу-наркологу, потому что пока он доедет к врачу-наркологу, не то, что выветрится, зачастую еще не нужно забывать, что у нас, к сожалению, инспектора не являются прям святынями. Это да. Там может быть уже что-то было такое. И с той стороны люди. И они как-то пытаются решать по-людски свои проблемы. Александр Виленович, вот в данной ситуации как раз решаются вопросы зачастую не совсем по-людски. Понятно. Александр Виленович, ваши отношения вот к этим всем этим ужесточениям? Ну, вот смотрите, про пьяных я согласен, да, тут очень много аспектов. Ну, например, вот грязный номер. Меня вот это больше интересует. Грязный номер. У нас 9 месяцев зима. То есть я должен через каждые 50 километров останавливаться и протирать свой... Но номер, это нормальным, вы считаете? А что делать водителю фуры? У него время достаточно ограничено. Согласно логистике, ему нужно скорее приехать из пункта А в пункт Б. И, кстати, тут очень интересный еще момент. Я как раз вот написал на эту тему, что, значит, ты остановился и тебя еще могут нахлобучить на 3 тысячи рублей за то, что ты остановился в неположенном месте. То есть потому что вне отвезенных мест и карманов. Если я иду по трассе и я так решил протереть номерок, останавливаюсь и я тут же виноват. Да, меня еще можно наказать. То есть 5 тысяч плюс 3 тысячи. Хорошие деньги. На самом деле, да, действительно, по нашей погоде и по той слякоти, которую в Москве зимой не надо никакой трассы. Просто достаточно любую машину остановить, если она не только что из мойки. И у тебя уже есть повод штрафовать водителя. Опасное вождение. Новелла такая. Опять, понимаете, формулировка настолько размытая. Понять, что именно они употребляют, что именно они хотят засунуть в этот закон, я не понимаю. Смотрите, вот ситуация. Я еду на 60-80 км в час по Дмитровскому шоссе. Вот вечером в пятницу прошлую мы с сыном ехали. И неожиданно встает фура. Там всего два ряда. Перед МКАДом два ряда. Третий ряд это выделенка. Что я делаю? Естественно, я резко оттормаживаюсь и ухожу влево. Потому что или машина за мной, она не успевает. Но опасно я ездил, да. А мотоциклисты, они опасно ездят? Кто как, они же ездят в междуряде? Да. Ну, вы смотрите. Значит, их точно штрафовать нужно каждый день. По нескольку раз в день. Да, люди? Мы уже даже обсуждали, по-моему, это, что для них специально вот эту статью предлагают за междуряде в принципе. Хорошо. А вот это еще одно нововведение, то, что предлагали региональные власти, мусор из окна. Конечно, отвратительно, но ведь бычок, жвачка, как вы думаете, давно пора штрафовать было? Честно говоря, да, потому что в Европе просто люди стучат. Если я выкину окурок из окна, на меня настучат, и меня штрафуют полицейские. Хорошо. У них достаточно жесткая система наказаний. А литей... Меня бесит люди, почему у нас никто не регламентирует, когда люди ездят с дневными ходовыми огнями светодиодными вечером. Они не понимают, что они слепят человека другого ко встречному водителю. У них загораются приборы, они вообще даже не собираются думать о том, что у них не включены ходовые огни для вечера, что у них габариты горят просто, что горит ДХО. И такие... Это же повсеместно. Да. А в Европе даже за включенные противотуманные фонари тебя штрафуют. Это нормально. К нам присоединился еще один эксперт. Да, он присоединился. Нет, да что ж такое, когда он присоединится? Не факт. Алексей Владимирович, ну вот знаете, я про жвачку. Знаете, я тоже, меня это бесит, когда вот это вываливается что-то из окошка, из соседнего. Но здесь мы тут же переходим к правоприменению. Вот как ловить, так сказать, и так далее, и тому подобное. Ведь здесь вообще же, так сказать, просто останавливаешь любую машину и говоришь, вы выбросили окурок из окна. Все еще какая-то видеофиксация требуется, в том числе, с телефона. Да, доказать это правонарушение. Ну, я бы хотел сказать, что было бы неплохо, чтобы она была обязательная. То есть, как раз фото и видеофиксация нарушения, она должна всегда присутствовать при составлении любого административного материала. Это мое личное мнение. Но их же нет, правильно я понимаю? Нет, да. И получается, что как раз вот 12-я глава Кодекса административных правонарушений, в ней отсутствует презумпция невиновности. То есть, если в отношении гражданина составлен административный протокол, он априори виновен. Да. И получается, вы должны доказывать свою невиновность. К сожалению, наша система, опять же, возвращаясь к ней, построена таким образом, что она не настроена на, скажем так, признавать невиновных граждан. Особенно даже, если предоставить весомые доказательства невиновности. Ну, там формально обжалование-то дается в течение 10 дней. А все равно, понимаете, как бы даже предоставить... Я вам сейчас самый простой пример приведу из своего личного опыта. Выезжая с Шереметьева, непосредственно поймал камеру на скорости. Мне там 60 разрешенные. Мне предъявили, что я ехал, якобы 96. У меня в машине установлен регистратор, соответственно, установлен с GPS, с ГЛОНАСС, там двойная система. Я открыл, посмотрел. Я ехал со скоростью 73 километра в час. Так. То есть весь участок. Соответственно, я обжаловал данное вынесенное постановление, направил его непосредственно в ЦФАП, как он там у нас называется, ЦФАП, соответствующую жалобу. По итогу жалобы до сих пор не рассмотрены. Естественно, я штраф оплатил, я понимаю, что проще его оплатить, чем... И получается, сделано все так, чтобы люди не пытались даже как-то обжаловать. да, сейчас вроде бы сделали возможность... Алексей Владимирович, а вот просто, знаете как, а теперь просто спортивный интерес. Вы рассчитываете, что когда-нибудь эта жалоба будет рассмотрена по существу? Или, может быть, довести дело до суда, вернуть эти деньги или как-то там и так далее. Ну, и спортивный интерес, я сейчас просто немножко перезагружен, и спортивный интерес, у меня есть желание привлечь сотрудника, который рассматривает данную жалобу к уголовной ответственности по факту халатности. О, вы ставите достаточно большие, амбициозные цели. А вот только скажите, вот этот регистратор ваш, который, в принципе, куплен... Ну, у нас у всех есть, они куплены неизвестно где, неизвестно как. Он вообще какую силу в суде имеет? Он имеет юридическую силу? Да, конечно, имеет. Вы им вправе предоставлять любые доказательства, полученные законным путем. Но суд будет это, как воспринимать? Принимает же, учитывает по своему усмотрению. Хороший ответ. Вот ходишь по судам, пока не учтут. Александр Виленович, ну, смотрите, я хочу, ну, тоже обсудить вот это, за три грубых нарушения, проезд красный свет, не пропуск пешехода на переходе и так далее. Это новелла, что теперь будут наказывать за лицидивы. Да, 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 пожалуйста, уже готов. Да, пожалуйста. Смотрите, теперь у меня сразу вопрос. Вот юрист, наверное, не даст мне. А почему три, а не четыре, не два, не пять? А потому что бог троицы любит. Это же элементарно. Ну, как? Бог троицы любит. Нет, в другой тогда возникает момент. А как доказать факт, что за рулем находился, соответственно, этот человек? То есть, у нас штрафы в основном приходят по почте. Соответственно, то есть, фотофиксация, фото-видеофиксация. То есть, те же штрафы за непропуск пешехода сейчас вносится при помощи фотофиксации. Тоже, кстати, очень спорные моменты возникают. Есть разъяснение того же Верховного суда, что если водитель на транспортном средстве не препятствует переходящему пешеходу, то есть, пешеход не останавливает, вот эта странная такая какая-то была формулировка не препятствует, не заставляет его изменить скорость и направление движения и пути их не пересекаются, то типа и нормально все. Я этого не понял. как не пересекаются. Это вообще непонятно. Да, тут они в любом случае пересекаются, потому что хочешь не хочешь, пешеход переходит все-таки дорогу. Мне кажется, да, да. Но сам факт остается, что штрафы все равно людям приходят не за то, что они не пропустили пешехода, а за то, что пешеход наступил, получается, уже на зебру, а водитель находится от него в двух-трех рядах, ну, если это многополосное движение. И не остановился. И не остановился. Ну, нелогично. И вот эти вот моменты, они достаточно как и спорные, вроде бы, с какой-то стороны. А с другой стороны, они получаются, это опять же попытка, ну, я это назвал некого вымогательства, что ли, с водителем. Маленький есть, попахивает. Александр Веленович, ну, мы-то как-то, вы расслабились и отдали слово, да, соглашение, да, пожалуйста. Вот я и говорю, вот у нас, кстати же, вот вы понимаете, у меня ощущение такое, что в Минюсте сидят такие люди, которые занимаются вбросами какими-то. Они не публикуют целиком. Каждый раз какие-то вот такие появляются, какая-то информация, вот сегодня вот этот вброс был, а завтра тот. Такое ощущение, что вот они смотрят нашу реакцию. А давайте вот так сделаем. Да, сколько было еще хороших идей, да, жалко, что все куры сдохли. Вот тут приблизительно то же самое. Как бы какая-то, где-то не подведена база, где-то нет четких разъяснений, как с опасной ездой. Я, честно говоря, вот сколько я делал комментариев, я делал программы на радио про это. Я не понимаю, что такое опасная езда. И нет до сих пор четкой формулировки под это. Как бы, да, у нас есть блогер Билл, который катался и докатался, и в принципе они все так докатываются. Но, как бы, я привел свой пример и таких примеров масса, когда люди, дабы избежать столкновения, как и с пешеходами, собственно говоря, если пешеход не понимает физику и если на улице скользко, то человека лучше пропустить на автомобиле иногда, чем он будет пытаться тормозить, куда его снесет по этому скользкому покрытию, никто не знает. И чем это все закончится. что водитель смотрит на дорогу, а не в смартфон. Пешеход-то имел. Даже если, иногда, знаете, в дождливую погоду, в большой снегопад могу, но сам я неоднократно ловил себя на том, что я не видел человека. Стойка перекрывала полностью, особенно левая. В том числе. Да. Она находится перед глазами. Ты просто, особенно темно. У нас же люди носят, очень любят черную одежду. Да, это самое. Их не видно. То, что люди у нас растворяются во мраке и появляются в поле зрения в последнюю секунду. Это правда. Но с этим, видимо, ничего сделать нельзя. А скажите, пожалуйста, Алексей Владимирович, можно ли расценивать вот это вот исключение ареста при покидании места ДТП и так далее? Знакомая буквально неопытная водительница приехала ночью, ночью, приехала домой, парковалась, поцарапала машину при парковке в панике вот это вот не знаю, что сделать, в общем, куда-то вот отъехала, переехала, а кто-то заложил. И потом, значит, ну, слава богу, ее не арестовали, но вот такой риск был. Вот может быть, это хотя бы... Но прав лишили на полтора... И по суду ее лишили прав... Но прав лишили и всякое такое. На полтора года. Может быть, здесь какая-то гуманизация или в чем здесь основная причина, как вы думаете? Ну, тут причина основная, конечно же, что у нас считают, что все те, кто покидает место ДТП, они пьяны. Почему-то кто-то вот так вот, какой-то умный в кавычках человек решил так, и, соответственно, у нас теперь признаются абсолютно все скрытия с места ДТП, это фактически, что человек мог находиться в состоянии опьянения. То есть, нету никаких исключающих иных вариантов, только такой. Поэтому... Ну, подождите, но сейчас вроде как бы арест, это совершенно необязательная такая мера. Здесь я с вами, может быть, даже отчасти поспорил, плюс это или минус. Ну, мало того, что арест в принципе-то практически никогда не назначали. Многие водители, скажем так, особенно реально водители, кто работает за рулем, они скажут, да посадите вы меня на трое, там, пятеро суток, да даже на пятнадцать, я лучше отсижу, чем я лишусь прав на год. А арест, он как бы искупал вину вот это перед обществом человека? Или это все-таки некая мера предварительная? Вот просто наказание за само как-то покидание места, а вот я просто хотел чисто юридически. То есть отсидев эти сутки, человек, все, с него проблемы заканчивались? Или это только начало было? Нет, это все, проблемы закончились. Это же административный арест, это, грубо говоря, как вас привезли в отдел, вы там посидели, отпустили. Ну, суть приблизительно такая же. С новыми людьми познакомимся. Хорошо. Ладно. Да, Александр Виленович, ну вот этот самый еще момент, да, вы что-то хотите сказать? Нет, я слушаю, я вопрос слушаю. Вот, сейчас, 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 сейчас у меня здесь был еще один непропуск пешехода, грубо, может, ты пока? Что ты, что ты хочешь найти конкретно? Вопрос, у меня, блин, я его потерял. Хорошо, Скажите, пожалуйста, просто, вы все читали этот закон, понятно ли вам, что такое систематические нарушения? Это два, три, пять нарушений. Ну, вот это вот Бог Троицы любит, или что? Или три по пять, это три систематические нарушения. Что это? И кто их будет определять? Камера, да, предположим? Но вы посмотрите, как проложена разметка в той же Москве, да, ну, вот возьмем метромост, еду я по дороге, где у нас там появляется разрыв, чтоб я ушел на третье кольцо, он практически, то есть даже если ты едешь с разрешенной скоростью, это 60 плюс 20, это 80, очень маленькое расстояние, никаких знаков о том, что вот сейчас начнется, как во всем мире, где есть выделенки, знаки, предупреждающие водителя о том, что через какой-то промежуток времени будет, как раз этот заветный съезд, у нас этого нет, то есть я уже оттормаживаюсь достаточно резко, чтоб туда войти, или я еду изначально медленно и торможу со собой весь ряд, это нормально? Нет. И я вот сейчас грубо нарушал правила движения, если я вдруг резко перестроился туда, или нет, или тот же возникшее препятствие, авария какая-то, я понимаю, когда люди играют в шашки, за это надо наказывать, но опять же, где доказательная база, как это будет доказываться? Нет, это все вопросы, которые мы будем на собственном опыте постигать. И последний вопрос. это все будет обсуждаться еще, это же все в стадии находятся. 96 ведомств там участвуют, собственно, в разработке этого проекта. Ну, тогда я спокоен. Единственный последний тогда вопрос, Александр Владимирович, Алексей Владимирович, извините, вот эта вот история, 500-800 рублей старый штраф за неостановку по требованию инспектора, а теперь, типа, сколько-то там десятков тысяч. 40 тысяч за неоднократный отказ остановиться. И так далее. Если это создает угрозу жизни и здоровью граждан. А что, вот пока это все не приняли? А если не создает, сейчас, секунду, а пока это не приняли, я могу действительно отложить из семейного бюджета 800 рублей и не останавливаться на потребования этого самого полицейского? Ну, от того, что вы не остановитесь далеко, вы вряд ли уедете. Все-таки вас догонят, и к вам применят, скорее всего, силу, возможно, спецсредства, потому как сотрудники могут посчитать это как противоправное деяние, то есть, возможно, вы какой-то преступник или еще что-то. Почему вы не остановились? То есть, как бы, первый вопрос. Какая причина неостановки? То, что не заметили, ну, хорошо, не заметили. А если вам неоднократно говорят и требуют, чтобы вы остановились, это уже значит умысел. Ну, просто чтобы, да, это я понял, я с этим согласен, и единственное тогда уточнение, но это действительно сейчас стоит, вот, ну, ко всем последующим последствиям, типа, плюс 500 рублей, да, что ли? Ну, почему? Ну, здесь, если вы просто не остановились, это 500, грубо говоря, 800 рублей. А если... Они поехали за мной? Да, если они едут за вами, идет преследование, гонка, ну, в прямом смысле, его понимание, то здесь, безусловно, конечно, надо наказывать более жестко, потому что, опять же, вот эти гонки, они нередко приводят достаточно к опасным ситуациям. И к ДТП, и еще могут и, собственно, какие-то быть последствия с летальными исходами в следствии этих ДТП. Да и могут просто человека сбить. то есть, в целом, конечно, может быть не такая сумма, может она чуть-чуть поменьше должна быть все-таки, на мой взгляд, но сумма должна быть существенной именно за то, что игнорирование требований остановки. Понятно, спасибо. Многократно. Согласен. Да, и должно быть какое-то определенное, видимо, прописано быть, и плюс должна быть в обязательном порядке видеофиксация этой погони от начала до конца, что человек... надо что-то в Ютуб выкладывать, в конце концов. Ну, опять же, да, как повод популяризации, что вот мы работаем, мы выполняем свои обязанности и показывать, насколько мы справедливы и правее, самое важное, правильно и с точки зрения закона выполняем свою работу. Отлично, хорошая история. И, Александр Веленович, последнее, знаете, эмоциональное ощущение вот от всех вот этих нововведений, знаете, вот общее какое-то. Вы знаете, пока вызывает непонимание какое-то, поскольку я, опять же, понимаю, что это всего лишь проект, а не готовый уже закон, не обрежусь всей силы за закон и документ, но какие-то статьи действительно у меня вызывают просто недоумение, честно говоря, как бы, и я очень надеюсь, хотелось бы мне, раз столько ведомств работают, там же сидят умные люди, не дураки же там сидят, надеюсь, опять же, то в конце концов он обрезет какую-то, то есть формулировки станут более четкими, а не размазанными. Как с теми же вот гаишниками, которые, как можно их не заметить, вот очень странно, да, учитывая, что они стоят обычно сейчас несколькими машинами и стоят включен проблесковыми маячками, у них светодиодная оптика проблесковая, ее видно за много километров. Это да. Как бы, вот, и я бы хотел понять, что такое опасное вождение, почему три нарушения все-таки, а не четыре, или пять, Про три мы вам объяснили, вот тут не надо, про три уже все ясно, а что такое опасное вождение, да, пусть нам действительно реально объяснят и пропишут законодательно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за разговор. Александр Миленович Гусаров, автомобильный журналист. И Алексей Владимирович Терентьев, автоюрист. Удачи вам, кстати, с вашим судебным процессом. Ну, а телефончик автоюриста у нас остался. Всегда пригодится.